Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином. В ходе беседы стороны обменялись поздравлениями с годовщиной установления дипломатических отношений, обсудили сотрудничество между странами, договорились вместе противостоять внешним угрозам, подтвердили намерение усилить уровень стратегического партнерства инвестирования и торговли. За минувшие сутки белорусские энергетики восстановили электроснабжение в 1800 населенных пунктов. Накануне на территории страны прошел снежный циклон Ларс. Основной удар стихии пришелся на Брестскую, Гродненскую и Бомельскую области. Причиной аварии стало налипание снега и падение деревьев на линии электропередачи. Ремонтные работы велись всю ночь и продолжаются до сих пор. По состоянию на 6 утра без электричества оставались еще около 400 населенных пунктов. Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. Ровно 76 лет назад советская армия освободила концлагерь Освенцы. Там погибло по разным оценкам от полутора до четырех миллионов человек. Со всем миром скорбят и белорусы. На нашей территории замучено более 800 тысяч евреев. Историки говорят о 400 фабриках смерти. Госавтоинспекция призывает к осторожности на дорогах. Прогнозируются осадки в виде дождя и сильного мокрого снега. А ночью температура воздуха опустится до минусовых значений, в связи с чем возможно образование гололеда. Неосторожное маневрирование в подобных погодных условиях может привести к полной потере контроля над авто. Не стоит забывать и про соблюдение скоростного режима. В Минск открылся образовательный центр безопасности МЧС. Самый крупный технически укомплектованный в стране. Это учебно-тренировочная площадка, уникальная в своем роде. Здесь в доходчивой интерактивной форме дети и взрослые смогут безопасно ощутить на себе чрезвычайную ситуацию. А опытные спасатели на конкретном примере покажут, как нужно действовать, например, при пожарах, землетрясениях, ДТП, шторме или ураганах.